Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» Обзор наиболее заметных событий и уходящей недели в изложении наших авторов О городских событиях, конечно, произошло немало Вот краткий анонс нашего сегодняшнего выпуска Бюджет на трехлетку Депутаты Рязанской областной думы рассмотрели проект трехлетнего бюджета Оружие только для самообороны Вступили в силу изменения в законе о ношении и применении огнестрельного оружия Прошли публичные слушания по вопросу строительства православного храма в парке морской славы Ну а теперь обо всем подробнее Депутаты Рязанской областной думы на неделе рассмотрели в первом чтении проект регионального бюджета на три будущих года 15, 16 и 17 Бюджет, как заметили министры и экономического блока из правительства Рязанской области Которые и составляли этот прогноз, будет, в общем-то, сложным Но на первом месте остается социальная направленность Введение санкций, колебания цен на нефть и валюту Все эти факторы, конечно, не добавляют оптимизма Однако депутаты облдумы поставили амбициозную цель Через два года сделать региональный бюджет безубыточным Одним из наиболее важных вопросов в повестке Стало обсуждение в первом чтении проекта трехлетнего регионального бюджета В основу закона проекта был положен базовый вариант социально-экономического развития области Бюджет остается социально ориентированным 70% средств направляется на исполнение социальных гарантий Также в проекте отражена тенденция по сокращению госдолга Стоит вопрос о сокращении государственного долга Это вы тоже мысли услышали Действительно мы ее заложили Заложили достаточно реально И в связи с этим у нас дефицит Если он по 2014 году был 15% по максимуму от бюджета То на 2015 год он у нас составляет 2% Это 647 миллионов Это тяжело, напряженно, но я думаю тоже в принципе реально Всего депутаты рассмотрели почти два десятка вопросов Теперь им предстоит работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению Публичные слушания назначены на 3 декабря В общем-то, несмотря даже на трудности В Рязанской области в будущем году ожидается рост промышленного производства Основной вклад в улучшение экономических показателей региона Конечно, внесут рязанские предприятия Впервые в регионе прошел бизнес-конкурс «Сильный бизнес. Сильная Россия» Выпускать конкурентно способную продукцию, осваивать инновационные технологии Создавать новые рабочие места – задачи непростые Но они по силам многим рязанским предпринимателям Таких в городе около сотни И половина из них с удовольствием приняли участие в конкурсе При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» Лично Аркадия Васильевича Фомина Мы этот конкурс задумали И назвали его «Сильный бизнес. Сильная Россия» И пригласили в нем поучаствовать Предприятия, которые у нас на самом деле По темпам роста идут как бы с опережением На победителей и участников возлагаются особые надежды Тем более, что производственные достижения Неотделимы от принципа и социальной ответственности Не случайно введена номинация темпы роста заработной платы Должники по налоговым платежам сразу сошли с дистанции Строгая жюри долго изучала способы реализации продукции Инвестиции и работу с кадрами 360-й авиационно-ремонтный завод давно доказал свое лидерство Он считается лучшим в стране И все это благодаря постоянному стремлению к развитию Говорит его руководство Сильный руководитель Сергей Иванович Сокол Это команда, которая работает под его руководством И это коллектив, который настроен на конечный результат По словам председателя Рязанской областной думы Аркадия Фомина Сейчас экономику ждут определенные сложности В связи с нехваткой кредитных ресурсов С одной стороны, это не добавляет оптимизма С другой, дает определенные возможности для тех Кто постоянно находится в поиске новых решений Сфера услуг тоже будет расти Особенно это касается внутреннего туризма Так что поддержать отечественного производителя Несомненно, будет кому Доля конечного серийного продукта пока невелика Но для того и существует конкуренция Чтобы год от года повышать показатели А данный бизнес-конкурс, уверены организаторы Станет ежегодным Это что касается бизнеса социально ориентированного В нашу же редакцию регулярно поступает обращение от горожан С жалобами на порой необъяснимые действия управляющих компаний Просьба о помощи поступила от жителей одного из домов по улице Вокзальной Управляющая компания ООО «Факт-Н» потребовала жильцов своими силами собрать деньги на профилактическую проверку лифтового оборудования В противном случае пригрозили коммунальщики Собственники квартир будут подниматься пешком Подробнее о коммунальном недопонимании в репортаже Оксаны Тебенихиной Жильцы дома номер 7 по улице Вокзальной, выйдя однажды утром, из подъезда были крайне удивлены, увидев на двери вот такое объявление В нем черным по белому написано, что до 25 ноября они в обязательном порядке должны собрать с каждой квартиры сумму, равную 11 рублям за квадратный метр жилой площади Если же условия управляющей компании не будут выполнены, лифт придется вывести из эксплуатации с 1 декабря этого года Безопасность, как говорится, превыше всего Лифт по освидетельствованию отслужил срок своей службы, так как 25 лет уже прошло Нам на подъезде нашего дома повесили объявление о том, что мы должны теперь вносить плату за диагностическое освидетельствование этого лифта И непонятно, почему эту плату еще, так сказать, совместили с квадратными метрами каждой квартиры То есть 10,9 рубля с квадратного метра квартиры Кажется, пользуется все-таки человек лифтом, а не квадратные метры квартиры И с каждой квартиры, не с квартиры, а с каждого квадратного метра по 10,90 Я говорю, ну как же, мы же платим за содержание жилья Это не входит, это диагностика Но, вот сегодня мы прочитали договор, здесь написано, что ремонт входит лифта И техническое освидетельствование, это тоже самое диагностика, делается за счет ЖКО Вопросы у жильцов возникли самые логичные Во-первых, с какой стати они обязаны сдавать деньги с квадратных метров, а не с количества прописанных в квартире людей, например Во-вторых, почему сумма выплаты для жителей первого и девятого этажей одинаковая? А в-третьих, почему они вообще должны оплачивать профилактическую диагностику лифта, если эта услуга оплачивается ими ежемесячно, по пункту за содержание жилья? Расход на проведение капитального ремонта в том числе должны нести собственники многоквартирных домов Все это определяется пропорционально их долям в общем имущественном квартирном доме Сбор денежных средств должен осуществляться не каким-то черным налом, а централизованным Если организация подключается к этим вопросам, то им на руки должны выдаваться данным собственникам документы строгой отчетности Какие-либо сборы через так называемых старших домов или через советы домов, где в блокнотике, в тетрадочке или еще где-то на газетке будут записывать ваши фамилии и ту сумму, которую вы передаете Это незаконно Таким образом средства могут поступать не по целевому назначению и расходоваться Поэтому если в такой ситуации, когда на подъезде будет написано, вам необходимо собрать какую-то сумму и там связать свою судьбу со старшим по дому, это следует расценивать как нарушение ваших прав Но никаких документов с метапроектов собственники на руки не получали Да что уж там говорить, в глаза не видели В общем, вывод прост Рязанские коммунальные службы самые гуманные в мире Поборы с пенсионеров, причем в срочном порядке и в сжатые сроки, это их конек И основную роль здесь сыграл жилищный кодекс Ведь именно в нем указано, что собственники жилья обязаны за свой счет делать капитальный ремонт или же полностью менять лифтовое оборудование Мол, любишь кататься, люби и за саночки платить Все у нас как-то не слава богу Ботовая проблема мучает и жителей гор Рощи Жильцы одного из подъездов в доме по улице Гагарина, 71, корпус 1, жалуются на свою соседку По их словам, в квартире она устроила настоящую мусорную свалку Война соседей, эта тема никогда себя не изживет Но согласитесь, когда из-за одного недопропорядочного товарища страдает с десяток семей, и это уже перебор Жители дома, номер 71, корпус 1 на улице Гагарина, никак не могут найти управу на хрупкую старушку В квартире женщина несколько месяцев назад прорвала так называемый стояк Мало того, что она затопила три этажа, так еще и отремонтировать треклятую трубу к мунальщикам не позволяет Из-за этого в семи квартирах до сих пор нет отопления У нас сложилась такая ситуация, что у нас в 29-й квартире живет товарищ Шилова, Тамара Отчество мы ее не знаем В общем, она не пускает никого в квартиру Мы не можем отремонтировать стояк, который находится у нее в квартире Он протекает, прожавел весь, вот она никого не пускает Из-за нее страдают наши семь квартир 29 сентября мы не пользуемся отоплением в наших спальных комнатах Мы обращались неоднократно, вот заявление писали в ЖИУ, у нас все бумаги есть Мы обращались к участковому нашему и другие инстанции Но пока нам, как все говорят, что это частная собственность, мы ничего не имеем права делать Из горя квартиры к соседям бегут всевозможные грызуны и паразиты Женщина уже больше 20 лет таскает с близлежащих свалок пакеты с интересующими ее вещичками Ее жилье от пола и до обвалившегося потолка забито мусором И если раньше соседи развеселой старушки имели возможность связаться с ее дочерью И хоть как-то немного очистить нехорошую квартиру от помоев То теперь связь с женщиной оборвалась А без предписания суда в квартиру входить никто не имеет права Но жить в неотапливаемом помещении дело, мягко говоря, малоприятное Да что уж там, опасное Наша съемочная группа отправилась вместе с собственниками квартир к коммунальщикам Чтобы узнать, когда же людям ждать тепла 29-я квартира не предоставляет суда уступ Ну дальше Юристами были, отслали предписание данной квартире, да? Которую ждут уже ответа То есть по почте там доставляется, я не знаю, процедуру Чтобы официально вручили это предписание О предоставлении доступа в квартиру После этого, как предоставится доступ, мы готовы выполнить те работы, которые улучшат теплооснабжение по данному строительству Понимайте, по закону нашего государства я не могу зайти в квартиру без разрешения хозяина И все вроде по делу, и все понятно Все, что могли сделать коммунальщики, они сделали В каком же месте процесс застопорился? Когда ждать подвижек? Сколько еще людям придется затыкать окна, подушками и одеялами, чтобы хоть как-то сохранить дома тепло? На улице уже минус 15 Счета оплачиваются ежемесячно, а жители дома продолжают мерзнуть И все из-за того, что одна маленькая старушка потерялась в пространстве и времени И по идее-то ей необходима помощь специалистов Как долго придется терпеть бабушке на выходке ее соседям? И вновь в ответ тишина Вечером во вторник прошли публичные слушни по проекту изменения территории парка морской славы Это в микрорайоне Конищева Напомним, что там Рязанская митрополия предложила построить храм в честь святого князя Владимира Территория, на которой, возможно, будет построен храм в честь равноапостольного святого Владимира и адмирала Федора Ушакова Составляет небольшой участок на окраине парка морской славы в 1200 квадратных метров Предполагаемый настоятель Владимир Скоробогатов сообщил Что инициатива строительства исходила от жителей Конищева, в том числе и ветеранов флота Церковь должна стать памятником погибшим морякам Появление храма, по его словам, будет способствовать патриотическому и нравственному воспитанию жителей микрорайона Далее священник развенчал слухи о проекте Он заверил, что кроме здания храма не будет построено никаких других строений А возведение церкви будет исключительно на пожертвования прихожан Ковоим с кем-то в каком-то храмном комплексе, который будет включать в себя жилые здания, пекарные На самом деле ничего подобного там не будет Там будет вот такое здание храма, которое вы перед собой видите Да, никакой нормальной служитель, тихо ни в ней Любой человек, да, не будет в этом месте строить себе какой-то дом Это полностью совершенно исключено Также говорилось о том, что пугает людей то, что будут проводиться, например, храмы отбивания То, что будут носить храмы, выясню эту ситуацию Дело в том, что в современной практике все отбивания совершаются на Квадвичинских храмах А в центральных городских храмах таких отбиваний нет К территории парка Морской Славы, по словам замначальника управления развития Рязанской городской администрации Ольги Свинцовой Прибавят участок земли более 6000 квадратных метров И также в парке высадят около 400 новых деревьев Согласно новой концепции развития, парк Морской Славы будет разделен на 4 зоны Мемориальную, зону отдыха, игровую для детей и спортивную Главный архитектор города Наталья Харибутова сообщила, что участок юридически не относится к парковой территории Но входит в перечень объектов озеленения и поэтому не попадает под мораторий на застройку зеленых зон После выступления докладчиков началась весьма оживленная дискуссия Обсуждения, надо сказать, продлились более 3,5 часов По итогам публичных слушаний ведущий, депутат городской думы Владислав Фролов сообщил, что в течение трех дней комиссия будет принимать письменное обращение До начала слушаний, по его словам, поступило 3773 подписи за строительство храма и 984 против И еще о городских проблемах Известно, что несмотря на увеличение числа автомобилей, в городе парковочных мест больше не становится Однако это не повод лишний раз нарушать требования запрещающих знаков Об этом предупреждают горожан дорожные инспекторы Количество машин в нашем городе растет с каждым годом в геометрической прогрессии При этом парковочных мест больше не становится Но когда автовладельцы бросают свои машины на проезжей части, создавая при этом помеху для других участников дорожного движения Это уже перебор Здесь уж, как говорится, эвакуатор в помощь Сотрудники госавтоинспекции организовали рейд по неправильно припаркованным автомобилям на улице Горького В ноябре текущего года было выявлено и эвакуировано порядка 250 автомобилей Является достаточно действенной мерой, потому что водители уже в следующий раз думают Стоит ли им нарушать или лучше найти место предусмотренное для стоянки автомобилей Потому что забирать свой автомобиль и получать штраф в размере полутора тысяч рублей не хочется, я думаю, никому А на улице Дзержинского занял свое место вот такой предупреждающий знак Подобных в нашем регионе раньше не было Он оповещает водителей о том, что рядом располагаются образовательные учреждения А на участке дороги от перекрестка с улицы Татарской до светофора на Гагарина Располагаются сразу две школы – третья и шестнадцатая Новый знак более информативный и заметный В данном случае были заменены стандартные знаки «Дети» на новые А именно дорожный знак «Дети» размещен на щите с флуоресцентной поверхностью Имеющей большую светоотражающую способность, привлекающую внимание водителей Также на щите размещена информация «Внимание! Территория детской безопасности» Данные технические решения успешно используются во многих странах, а также в других регионах России В Рязань такие знаки применены впервые Данные технические решения позволяют повысить узнаваемость особенного участка Указывают на непосредственную близость образовательных учреждений Вы смотрите программу «Время говорить» Вот что вы увидите во второй части выпуска Оружие только для самообороны Вступили в силу изменения в законе о ношении огнестрельного оружия Знания сила подвели итоги профессионального конкурса среди рязанских учителей День матери в областном правительстве чествовали многодетные семьи, а в центре солнышка прошел детский праздник На прошлой неделе стало известно, что правительство России разрешило гражданам, у которых есть лицензия, носить определенные виды оружия в целях самообороны В общем-то, сами граждане встретили эту информацию довольно неоднозначно Россиянам разрешили носить определенные виды оружия для самообороны Ранее граждане, имеющие разрешение на соответствующий вид оружия, могли носить его лишь во время охоты, проведения спортивных мероприятий, тренировочных или учебных стрельб Новые редакции постановления дополняют эти положения словами, а также в целях самообороны На сегодняшний день в нашей стране действует около 7 миллионов лицензий на ношение гражданского оружия А между тем, еще весной этого года президент Владимир Путин выступил против свободного ношения огнестрела По его словам, на руках у нашего населения и так много оружия Поэтому искусственно стимулировать этот процесс очень опасно Согласно пункту 6, части 1, статьи 6 данного закона Ношение гражданами Российской Федерации огнестрельного и длинноствольного оружия в качестве самообороны запрещено Таким образом, те изменения, которые были внесены, касаются в основном технической стороны регламентации оборота оружия на территории Российской Федерации И особых, скажем так, изменений они не претерпели И вновь вернемся к делам городским Завершился конкурс среди рязанских учителей «Педагогический дебют» Победила в нем учитель немецкого языка из 4-й школы лицея Екатерина Костяшкина Книга «Твой друг» без нее, как без рук, гласит народная мудрость Обновление фондов библиотек, в том числе и школьных, не прекращается Это подтверждает репортаж из 14-й средней школы Библиотеке в школе номер 14 давно требовался капитальный ремонт Во-первых, чтобы в нее попасть ученикам, необходимо было пройти через улицу Во-вторых, само состояние помещения было, мягко говоря, плачевным Теперь обновленная, свеже отремонтированная библиотека ждет своих юных читателей Сказать, что это было необходимо, это сказать практически все Потому что состояние библиотеки было, мягко выражаясь, удручающим Во-первых, это был отдельный вход через улицу Таким образом, каждый ребенок, который бы хотел попасть в библиотеку Должен был переодеться, надеть сменную обувь, надеть одежду и пройти в библиотеку Но, как вы понимаете, в зимнее время года, а также в осеннюю или весеннюю слякоть Это не всегда было очень удачно Во-вторых, в библиотеке не было полноценной, полнофункциональной мебели Которая бы поспособствовала грамотному размещению библиотечного каталога Ну и, наконец, самое главное, само состояние библиотечного помещения Представляло из себя четыре разрозненно размещенных комнаты Когда-то это было помещение, приспособленное для проживания обслуживающего персонала Соответственно, здесь была ванная, здесь был туалет Но здесь не было возможности грамотно и должным образом располагать книжный фонд Малыши рады новой библиотеке Ведь в таком юном возрасте им интересно абсолютно все И сказки, и энциклопедии, и иностранная литература И в обновленной обители книжек и журналов Можно найти абсолютно все, что угодно, маленьким читателям Детский сад, детский сад, светлый и веселый Ты сегодня тоже рад, что пошли мы в школу Накануне Всемирного дня матери в областном правительстве чествовали многодетных матерей Зародился этот праздник для того, чтобы поддержать традиции бережного отношения к женщине И закрепить семейные устои Региональные награды получили из рук Елены Буняшиной более 20 семей Региональных наград удостоились семьи, воспитывающие троих и более детей Все пришедшие получили почетные знаки Родительская доблесть за веру и добродетель, а также награждены премией признания Зампред областного правительства Елена Буняшина отметила, что именно своим примером Такие родители показывают, как нужно бережно относиться к семейным ценностям и традициям А в городском семейном центре «Солнышко» в радостной атмосфере дети и родители отметили этот день матери В Рязанском семейном центре «Солнышко» отметили день матери На праздник пришли десятки многодетных мамочек со своими малышами Среди них есть и по-настоящему редкие в наше время женщины Такие, как Татьяна Лебедева, мать шестерых детей Ежегодно принимаем участие в этом мероприятии Нам детям нравится, они развлекаются здесь, общаются уже постоянно, знаем друг друга Новые приходят мамы Семейный центр «Солнышко» уже 9 лет работает при Союзе многодетных матерей В этом гостеприимном месте дети могут заниматься рукоделием, танцами, изучать английский язык, готовиться к школе Организаторы не забывают уделить время и мамам Возвысить труд матери и укрепить статус семьи Эту важную миссию ставит превыше всего организатор Татьяна Кулаева Тем более накануне такого важного праздника, как День матери Впрочем, ощутить тепло и заботу могут пока не все дети В рязанских детдомах находится еще очень много ребят, которые не знают, что такое материнская любовь и ласка Наверное, все школы и интернаты похожи одна на другую В холле нас встречают красочные фотографии воспитанников детского дома с различных мероприятий и экскурсий Огромное количество кубков, полученных за спортивные достижения, детские поделки А вот и сами воспитанники – большие и маленькие, серьезные и веселые, пока еще верящие и уже потерявшие веру Они все разные, но одно желание их объединяет – желание иметь семью Еще давно-давно я проводил как-то очень интересное исследование Я скажу немножко, да, издал день вопрос, что такое счастье Такой, казалось бы, смешной вопрос, сложный философский Ну, что только не писали Счастье – это там крутая машина, это трехэтажный дом В общем, все-все-все И одна девочка написала счастье, когда у тебя есть родители И очень удивительная вещь Почти все дети, которые сидели в классе, они сказали, ну, это невозможно Пожалуй, разубедить их в этом сможет только новая заботливая семья, ну, или взрослые друзья Именно так просят потенциальных родителей называть себя в период их знакомства с детьми В это время они могут по специальному направлению от органов опеки и попечительства Общаться с детьми в неформальной обстановке Приглашать их гости на выходные, каникулы и праздники Такая форма общения с ребенком, так называемое временное устройство Не только возможно, но и обязательно, чтобы лучше познакомиться и узнать друг друга В присутствии педагогов школы-интерната дети могут вести себя одним образом Без, так скажем, присмотра в доме, в незнакомой ситуации Они могут себя повести по-другому Поэтому, на наш взгляд, это очень хорошая такая ступень к созданию крепкой приемной семьи Эти ребята пока только мечтают о семье Некоторые предпочитают не говорить об этом Другие признаются в своем желании Если бы у тебя были родители, какими ты бы хотела, чтобы они хотели бы быть? Хорошими там, любили нас Три сестры, Ирина, Ксения и Наташа, здесь, в школе-интернате, всегда вместе И даже живут они в так называемой семье Это что-то вроде отряда Старшие девочки увлекаются футболом Наташа любит рисовать И, конечно, им совсем не хочется разлучаться И хочется родительской заботы Да не только им Веселая и слава, трудолюбивая Ирина Все они мечтают о маме и папе У Насти эта мечта сбылась Девочку забрала в приемную семью воспитательница, которая и заменила ей родную маму Когда я пришла, мне было 9 лет И я очень хотела в приемную семью Потому что осталась без мамы И мне очень хотелось обрести новую семью Почувствовать теплоту, заботу И мама уже была воспитателем Я ее знала И когда я узнала, что пойду к ней в семью Я очень обрадовалась Я очень хотела Потому что она была моим любимым воспитателем из всей группы Потом пришла Еще когда навещали гости Узнала папу Мне очень понравились, заботливые Всегда внимание оказывают И когда хорошо, и когда плохо Во всем помогают, поддерживают Приемная семья для этих детей Шанс стать такими, как все Ведь несмотря на старания воспитателей и педагогов Они понимают, что в их жизни не хватает самого главного Родителей и семейного тепла Это был последний видеоматериал нашего итогового выпуска Берегите себя, не забывайте о своих близких Желаем вам приятных выходных И до встречи в эфире программы «Время говорить» Редактор субтитров А.Семкин